В парламентской газете, которая является изданием Федерального собрания Российской Федерации, была опубликована статья «Алмаз нацелился на террористов», которая является актуальной и сегодня. В этой статье было указано, российский ученый Григорий Гробовой еще в мае предупреждал о предстоящем землетрясении в Турции, но до руководства страны его предупреждения не дошло. Печальные последствия страшной стихии известны сегодня всему миру. Хочется верить, что давняя мечта человечества – обуздать силы природы – близка к осуществлению. Российский ученый Григорий Гробовой создал уникальную технологию предсказания и уменьшения силы землетрясений. Об этом замечательном достижении ученого президенту Российской Академии естественных наук Райен Кузнецову сообщил в письме руководитель агентства по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций МЧС России Шахраманьян. Академик Райен Гробовой Григорий Петрович, пишет он, использовал созданную им формулу общей реальности и теорию волнового синтеза для профилактического прогноза землетрясений и катастроф. Для этого он перевел кристаллический модуль прогнозов в цифровую форму. Попросту говоря, информацию о предстоящем землетрясении научился снимать с кристаллов. Тут необходимо сделать пояснение. Вообще-то в роли модуля с давних времен пробовали использовать природных предсказателей. Давно известно, например, что змеи, ежи и жабы перед землетрясением выползают из нор. Но как поставить датчик, скажем, на ядовитую кобру? Японцы, казалось бы, нашли простой способ. Выбрали для прогнозов специальных рыбок, которые перед подземными толчками начинают проявлять беспокойство. Но вот беда. Помещенные в аквариум и окруженные заботой, рыбки теряли свою чувствительность. Гробовой же пошел другим путем и на роль предсказателей выбрал кристаллы. А все дело в том, что перед землетрясением меняется радиационный фон Земли и количество выделяемого гелия и радона в местах, прилегающих к зоне будущего катаклизма. И на это дыхание недр более всего реагируют кристаллы. Например, алмаз начинает светиться голубоватым светом. Поэтому, исходя из спектра и силы свечения, можно в точности до миллисекунды предсказать, когда заколыхается земная твердь и какое количество баллов обрушится на эпицентр и прилегающие области. В качестве фактического материала, доказывающего то, что указанный модуль позволяет реализовать профилактический прогноз землетрясений, читаем дальше в отзыве из МЧС, были использованы статистические данные о землетрясениях, представленные Центральной опытно-методической экспедиции Геофизической службы Российской академии наук. Испытания цифровой модели прибора проводились на землетрясениях прошлого и будущего. Математические модели грозного буйства в царстве подземного Плутона позволили детально выявить силы его инфернального гнева. С помощью математики были разобраны по полочкам данные о зафиксированных землетрясениях аж с января 1901 по июль 1918 года. В качестве землетрясений будущего, теперь уже и эти данные вошли в историю, в июле 1999 года получено точное, безошибочное подтверждение прогноза для всех областей, где проводилась программная обработка электронной карты местности. Так, с 9 часов 3 минут по 19 часов 26 минут 3 июля 1999 года подтверждены тектонические буйства в районе Камчатки мощностью более 5 баллов. В этот же день через полчаса шестибальные толчки потрясали Японию, а к вечеру перекинулись на Аляску. Примеры сбывшихся предсказаний можно продолжать и продолжать, но во всех случаях, оптимистично говорится в заключении из МЧС, получено полное подтверждение прогнозной фазы. В настоящее время делается перевод параметров кристаллического модуля прибора, созданного Григорием Гробовым, из цифровой формы в сам микропроцессор. Предсказание начала землетрясения с точностью до миллисекунды наш российский ученый облег во вполне земную технологию. И значит, упреждать опасность становится теперь делом самих людей. Но самое важное даже не в этом. Оказывается, теперь можно не просто предсказывать, но и снижать силу стихии или даже вообще прекращать ее. Оцифрованные импульсы, посланные лазером через кристалл прибора в зону землетрясений, действуют на нее как фантастический гиперболоид Гарина, с той лишь разницей, что не разрушают, а понижают на расстоянии электромагнитную напряженность в зоне будущего катаклизма. Выяснилось, что напряжение земной коры за день до рокового часа меняет напряженность электрического поля во всей атмосфере. Согласно научным данным, средняя такая напряженность над поверхностью Земли находится в пределах 120-150 вольт. А перед разрушениями в будущем эпицентре возрастает в тысячу раз. Так, в 1986 году перед мощнейшим по силе карпатским землетрясением за сутки в Бухаресте вышли из строя все компьютеры города, а ночью по местности разлилось загадочное свечение вокруг разных предметов. Причем в Карпатах такие явления перед землетрясениями происходили не раз. Особенно сильно проявились в 1940 году, когда стихия принесла огромный ущерб. Светились небо, почва, вершины гор, линии электропередач. Световые языки, искры и падающие шары проносились над вершинами деревьев, антенн, мачтами речных кораблей, а вокруг людей и животных вспыхивали огненные ауры из коронных разрядов. Модели приборов, созданные Григорием Гробовым для предотвращения землетрясений, могут пригодиться и для упреждения других земных бед – смерчей, цунами, торнадо, селий. Однако закончить этот материал на светлой ноте, увы, не позволяет известные всем трагические события. Вполне резонно меня могут спросить, а где же был Гробовой во время землетрясения в Турции? Так вот, предсказание этого землетрясения ученый сделал еще в мае. Именно тогда соответствующее предупреждение ушло на имя президента Турции. Но в руки руководителя страны оно не попало, а было спущено, как говорят на тормозах, в сейсмологическую лабораторию одного из государственных институтов Анкары. И только после трагического исхода про бумагу из России вспомнили, но уже было поздно. Кстати, Гробовой все-таки воздействовал через кристаллический модуль на землетрясение. Как зарегистрировали сейсмографы, сила его была уменьшена на 0,2 магнитуды. Да, результат мал, но большего не позволил сделать слишком маленький кристалл модуля, хотя и этот живительный алмаз пришлось добывать через райен на свои деньги. На большее у Григория Гробового просто не хватило средств. А если бы кристалл был мощнее, то и магнитуду удалось бы понизить соответственно на гораздо больший уровень. Но, увы. Возникают и другие вопросы. Почему ни в стране, ни в мире никто не думает об организации некой системы глобального предупреждения о стихиях, наподобие известной спутниковой системы ГЛОНАСС, оповещающей о всех терпящих бедствия кораблях. Кстати, по мнению ученого, подобную систему оповещения можно было бы приспособить и для предотвращения готовящихся террористических актов. Какой шок испытала от них в последнее время только Россия. И опять тут нет никакой мистики. Ведь заложенные заряды также имеют материальный носитель – взрывчатку. А значит, информацию о ней вполне возможно оцифровать и выложить из информационного поля наших городов и весей. Тот же Гробовой доказал это, подсказав вовремя предотвращенные взрывы в столичном метро и на одной из атомных электростанций. Прокатившиеся по миру трагедии заставляют говорить об этом с горечью и болью. Но тут мы вынуждены уже переводить разговор в плоскость моральной ответственности тех, кто не хочет слышать и видеть возможностей сферы применения гениальных изобретений. И упреков, прежде всего, заслуживает наша власть, в кабинеты которой по-прежнему стучится одинокий ученый. Автор статьи – Александр Капков. Парламентская газета, издание Федерального собрания Российской Федерации, номер 230, пятница 3 декабря 1999 года. Статья «Алмаз нацелился на террористов».